В РПЦ с недоумением восприняли призыв Еврокомиссии не упоминать Рождество. Москва, 2 декабря, РИА Новости. Документ Еврокомиссии, в котором было рекомендовано избегать слова «Рождество», один из последних тревожных звонков для христиан, считает председатель Синодального отдела по взаимодействию Церкви с обществом и СМИ Московского Патриархата Владимир Легоида. Еврокомиссия в конце октября опубликовала внутренние рекомендации для чиновников предложив отказаться от слов, которые могут оскорбить людей разных в респоведании культур, гендеров, сексуальных ориентаций. В числе таких слов оказалось Рождество. Как пишет издание «Политико», Еврокомиссия подверглась критике из-за этого документа и 30 ноября его отозвала. Не все празднуют христианские праздники, и не все христиане отмечают их в одни и те же даты. Будьте внимательны к тому факту, что у людей разные. Разные религиозные традиции и календари, говорится в документе. Вместо этого предлагается использовать слово «холидэй». Хотя что именно мешает называть Рождество Рождеством, Хануку Ханукой и так далее не ясно. Также в документе рекомендуется использовать в примерах и повествованиях не только христианские имена, но имена, типичные для представителей других религий. Написал Легоидер в своем телеграм-канале. Он отметил, что на документ последовала весьма критическая реакция Ватикана, и авторы решили немного сдать назад. Несмотря на отзыв документа, правда, еще надо посмотреть, как именно он будет доработан, тенденция остается вполне ясной. Курс на вытравливание, даже упоминание о Христе и христианстве был взят в странах Запада не вчера. Пожалуй, упомянутый документ Еврокомиссии – один из последних тревожных звонков для христиан, все еще составляющих значительную часть жителей европейского континента, заключил представитель РПЦ.